четверг рыбный день мои любители вкусного интересного приветствую вас и сегодня поговорим о моих одних из самых любимых рыбных консервах самое любимое конечно меня как и у большинства едоков это скумбрия в масле это просто вот бомбезная классика но сегодня поговорим о речной рыбе я думаю уже наверно вышел ролик на канале либо скоро выйдет о булочке из толстолобика и вот привезли мне товарищ толстолоба и решил я сделать вкусного чудесного замечательного толстолобика в томатном соусе с овощами это просто отвал башки как вкусно друзья мои как разделал толстолобики думаю показывать смысл нет то есть я удаляю хребет удаляю голову зачищаю черные пленки убираю плавники хвостовой с брюха со спины все секатором срезаю получается вот такие вот филешки толстолоба классные чудесные замечательные кожу я не удаляю ребра я не удаляю не говоря уже там о каких-то мелких рыбах мелких косточках соответственно центральный хребет также можно делать в автоклаве он разварится но мне он просто не очень нравится кости все распадутся и разварится тоже очень хорошо теперь я беру вот это вот филешку толстолоба и нарезаю просто вот на пластинки своим любимым рыбным ножом просто на небольшие куски которые будет удобно укладывать в банку банк я буду использовать пол-литровый или 0-45 ну вот распустим там часть спинки снимем ах гляньте какая красотища красотища очень мясистый правда не самые большие толстолобики а где в 3-4 килограмма они были если попадется вам нормальный такой килограмм 15-16 пудовый толстолоб так это просто вообще супер бомбу будет все режем маленькими кусочками после засаливаем 10 грамм на килограмм и тем временем будем готовить зажарку из овощей и соус толстолобик я разделал вот такие вот кусочки это вот самый оптимальный размер удобный классные и самые лучшие для данного блюда теперь соли соль беру 10 грамм на килограмм или один процент кому как удобнее считать и солю всю рыбу в мазь посолю перемешаю и пока буду заниматься зажаркой отправлю толстолобик в холодильник он за это время соль распределиться по всему объем немножко он просолится и так гораздо удобнее и проще чем закладывать соль по весу в каждую отдельную банку все соль и распределили помещаем в культ емкости убираем в холодильник пока занимаемся остальными процедурами переходим к овощам зажарку я буду делать самую простую друзья мои это лук и морковь лук морковь соотношение один к одному традиционно используя я готовый зажарки я буду закладывать есть 12 процентов от веса рыбы допустим в банку меня заходит 400 грамм рыбы я закладываю туда там 400 грамм зажарки то есть не по сырому весу а уже готовый зажарки то есть ужариться где-то процентов на 30 от начального веса зажаривать я сильно не буду я просто в масле пассерую до румяной корочки лук и морковку тоже немного обжарю то есть я не буду ее ужаривать в угольки как так вот то есть просто немного прожариваю и все после этого я приготовлю томатный соус соус тоже достаточно прост но он вкусен в рыбных консервов как железобетонный вариант можно использовать разные свои соусы есть у меня и такие варианты но вам я расскажу самый базовый самый основной вариант с которым точно никогда никогда не промахнет это хорошая томатная паста обжариваем ее на сковороде я обычно снимаю пассеровку какой-то остается там масло чуть-чуть о лук в этом году учета очень слезы делительный у вас как лук друзья мои ядреный вырос или очень у нас прям не особо урожай лука но прям плакать от него сильно хочется так вот 50 на 50 томатная паста и вода томатную пасту я прожарю прожарю хорошенько на оставшемся масле от пассеровки после этого добавлю воду доведу до однородного состояния все если томатная паста сильно кислая то можно будет поправить баланс с сахаром но здесь уже смотрите сами как бы по ситуации как вам удобнее все режем все наши овощи до конца морковь я труп на терке морковь ведь тонкая и длинная в году хотя сорта сажали вроде как коротко таких короткорослые но вот то что выросло твои выросла этому и рады зажарочка шкварчит не жалейте когда делаете зажарку друзья мои масло масло возьмет в себя вкус и моркови вкус лука а после поделится очень хорошо этим вкусом соусом сделает его еще вкуснее ну и конечно же передаст его рыбе рыб будет вообще фантастически вкусный толстолобик будет ничего лишнего просто вот морковь лук томатная паста и хорошая вода все по поводу соли можно подсаливать зажарку можно не подсаливать от чего это зависит зависит от солидности от кислотности томатной пасты все томатной пасты разные поэтому здесь подбирается уже на свой вкус друзья мои как вам нравится так делайте вот у меня лучок уже весь мягенький стал морковка сейчас еще буквально одну минутку прожарим и все тем временем будем готовить банки а у меня вопрос моим постоянным зрителям угадать друзьям и какая же наконец-то у нас паста сегодня в работе томатная пишите в комментариях на чем сегодня работаем результатом я доволен очень вкусная паста понравилось пока соус варится начинаем заполнять банки в каждую банку кладу по небольшому лавровому листу или по половинке большого так скажем что лавровый лист не совсем обязательно считается в данном блюде но мне нравится все равно его здесь ароматика по 2-3 горошин черного и душистого перца все и у нас подготовлены банки теперь переходим к их заполнению работаю я всегда через весы начинаю закладывать сначала нашу зажарку закладываю по 1 3 от планируемого количества все в каждой баночке у нас смотрите перчики лаврушка и зажарка есть теперь начинаем закладывать рыбку закладываю сначала половину планового количества рыбы потом наливаю томатный соус закладываю еще слой поджарки и снова рыба снова соус снова поджарка работаю постоянно через весы но если вы делает допустим для себя можете просто делать как вам удобно у меня уже привычка что все делал всегда через весы а и Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, друзья мои, какая красотища, вкуснотища получается, да? Но не забывайте, мы всегда все себя любим, стараемся наложить в банке побольше, но не забывайте про технологическое расстояние 1,5-2 см, так как будет нагреваться наш консервы, и чтобы не выдавило через крышку ничего лишнего. Зажарочка, томатный соус и шикарный толстолок. Все, теперь закрываем крышками и отправляем в Автоклав. Ну и вот, друзья мои, Автоклав загружен. Сразу говорю, Автоклав консерватор, работает у меня он на воде. Обзор на канале есть, да? Переходите в раздел обзора оборудования, смотрите, все там есть. Крышка. Регулярно, почти под каждым роликом спрашивают, какие крышки. Крышки использую в данном случае Могилевские, также использую крышки из Елабуги. Работают только на крышке Twist-Off. Теперь будем запускать Автоклав. Есть стандартный режим. Рыба, 115 градусов, 30 минут. Но толстолобик у нас, друзья мои, это речная рыба. А речная рыба по нормативке, по рекомендациям производителя Автоклава в целях безопасности рекомендуется делать увеличенное время на 10-15 минут. Поэтому я буду делать при тех же 115 градусах, но не 30, а 40 минут. Вот. Стартуем. В моем случае это режим мяса, но можно было бы выбрать просто режим прочее. И там выставить нужную нам температуру. Все, поехали. Друзья мои, пока у нас готовится толстолобик с овощами в томатном соусе, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие рыбные консервы вы любите больше всего. Какие вот вам, лично вам, мои дорогие подписчики, нравятся рыбные консервы. Мне очень интересно. Пишите. Скоро увидимся. Ну вот, друзья мои, толстолобик с овощами в томатном соусе готов. Щелчок, все отлично. Ой, какой аромат. Смотрите, вот заправочка пошла. Вытопившийся жирок. Томат, овощи. Белоснежный толстолоб. Смотрите, все просто вот. Вроде как бы держит форму, все хорошо, да? Но при этом, если чуть-чуть нажать вилкой, косточка. Вкусно. Так, овощички. Соус прям 5 с плюсом баллов. Отлично. То есть, вроде ничего такого необычного в нем нет, но он прям подходит к этим консервам рыбным. Просто великолепно. Съем еще кусочек. Мелкие косточки. Все развалились. Все как бы вообще от них среда не осталось. То есть, визуально вот они видны, а на вкус вообще не ощущаются. Не убрал я вот здесь вот такую большую кость. Да, она как бы осталась цела. Но они отваливаются, легко не мешаются, ничего. То есть, вообще 5 с плюсом баллов. Вот таким рыбным консервам я ставлю вот реально 5 с плюсом баллов. Просто очень-очень вкусно. Делайте такие консервы. Пробуйте такие консервы. И будет вам вкусное кулинарное счастье. Очень быстро, в любой момент. Достали банку, положили. Вот как у меня сейчас некогда готовить. Пришел из цеха, банку открыл. Ржаного хлебушка отрезал. Все, готовый обед. А если дополнить там картофельное пюре, рецептарное, рецептарное. Все, вообще великолепно. Быстро, удобно, классно. Все как мы любим. До новых скорых кулинарных встреч, друзья мои. Пока-пока. Не забудьте поставить вот такой вот лайк. И написать комментарий. Заходите к нам снова. Впереди нас ждет много вкусного и интересного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok